ВОЙСКА МЕХМЕДА II Штурмом взяли Константинополь. Византийская империя перестала существовать. Константинополь переименовали в Стамбул, и он стал столицей новой империи – Османской. Взятие Константинополя не было причиной падения Византийской империи. Крах тысячелетней Византии был обусловлен разладом во внутреннем мире людей, населявших ее, крушением идеологии. Византийская империя имеет день рождения – 17 января 395 года. В этот день Римская империя раскололась на Западную Римскую и Восточную Римскую. Византийская империя получила свое название от небольшого городка Византий, на месте которого в 324-330 годах император Константин основал новую столицу Римской империи, ставшую затем столицей Византии – Константинополь. В состав Византии вошла вся восточная половина распавшейся Римской империи. Византия была единственной в мире страной, простиравшейся на огромном пространстве между Европой и Азией. Земли империи были преимущественно областями с высокой земледельческой культурой. Во многих из них плодородные почвы позволяли выращивать по 2-3 урожая в год. Везде, где допускали условия, выращивались зерновые культуры – пшеница и ячмень. Остальные поливальные или орошаемые земли были заняты под садово-огородной культурой, более засушливые – под виноградники и оливковые плантации. На юге была распространена культура финиковой пальмы. На пойменных лугах, а главным образом на покрытых кустарниками и лесами горных склонах, на альпийских высокогорных луках было развито скотоводство. Богата была Византия и природными ресурсами. Воды Адриатического, Черного и Эгейского морей изобиловали в большом количестве рыбой. Леса Далмации имели в большом количестве строительный и корабельный лес. По всей территории империи в большом объеме имелась глина, необходимая для изготовления керамических изделий, песок, необходимый для изготовления стекла. Особенно богаты были балканские провинции, в которых добывалось в большом количестве железо, медь, свинец, цинк. А уж золото и серебро! Кстати, по золоту и серебру Византия не имела себе равных среди своих соседей. Однако олова и отчасти серебра ей не хватало. Их приходилось вывозить из Британии и Испании. Византия могла обеспечивать свои потребности почти во всех основных продуктах, а некоторые из них даже в значительном количестве вывозить в другие страны – зерно, масло, рыба, ткани, металл и металлические изделия. Все это создавало известную экономическую устойчивость в империи, позволяло вести широкую внешнюю торговлю как продуктами сельского хозяйства, так и ремесленными изделиями, ввозя преимущественно предметы роскоши и драгоценное восточное сырье, восточные пряности, ароматы, шелк. Территориальное же положение империи делало ее монопольным посредником в торговле между Западом и Востоком. В Византийской империи издавна жили греки, армяне, сирийцы, копты, евреи. Позже к ним присоединились воспринявшие греческую культуру малайзийские племена – фракийцы и лирийцы и даки – южные славяне. В империю вторгались и расселялись в ней новые народы – готы, славяне, арабы, печенеги, половцы и другие. Разнородность населения не создавала национальных проблем, так как все жители Византии воспринимали себя как ромеи, римляне, и это их сплачивало. Ведь государство образовалось как Восточная Римская империя. Кроме того, объединяла людей общая религия – православие. Преобладающую роль в экономике, политической жизни и культуре Византии на западе страны играло греческое население, а на востоке – армянское. Государственным языком Византии в IV-VI веках был латинский. С VII века до конца существования империи – греческий. С IV века начались активные миграционные процессы, так называемое «великое переселение народов». Оборона страны стала актуальной. Ответом на вызов стало строительство основных оборонительных сооружений столицы – стен Феодосия, ограждавших город с суши, а также со стороны моря. Вместе со старыми стенами, выстроенными Константином, они образовали мощный, тянувшийся на 16 километров оборонительный пояс стен, укрепленных четырьмя сотнями башен, надежно защищавших Константинополь в течение многих столетий. Стены Феодосия представляли собой сложный комплекс оборонительных сооружений, выстроенных по последнему слову тогдашней техники. В VI веке годы правления императора Юстиниана стали, пожалуй, самыми яркими страницами в истории Византии. Надо признать, что в это время Византия достигла своих самых максимальных размеров. Именно тогда была принята кодификация всех указов, начиная от Адриана и до Юстиниана. Именно в это время были изданы так называемые 12 книг Кодекса Юстиниана. Вся современная правовая система в мире базируется фактически именно на тех законах, созданных на этой земле 1500 лет тому назад. Именно в это время была достроена и открыта Святая София. Северная Африка и Италия были выделены в составе империи в военно-административные единицы – экзархаты, которые управлялись императорскими наследниками-экзархами, имевшими изначально всю полноту власти. В Византии люди выдвигались на руководящие посты, как правило, из-за их деловых качеств и воинских доблестей. Обязательным при назначении на государственные должности было только православное вероисповедание. Национальная принадлежность человека не имела значения. Одним из многочисленных примеров может служить факт армянского присутствия в управлении обоими экзархатами. Первым экзархом Италии был назначен талантливый полководец-армянин Нерсес. Победа Нерсеса над франками и алиманами определила захват Византии юго-востока Испании. Он же возглавлял византийские войска в войнах с Персией. Нерсес восстановил и благоустроил многие города Италии, в частности, построил храмы в Венеции и столицы экзархата – Равенни. В ту пору Равенна находилась в пяти километрах от моря, где находился порт. Стратегически важный объект охраняло конное подразделение соотечественников Экзарха, а место их расквартирования по сей день сохранило память в топонимах. И это неудивительно, ибо данное подразделение находилось там как минимум около ста лет и упоминается во времена правления еще одного экзарха армянина – Исаака Айказна. Им была построена церковь в Венеции, а похоронен он в Равенне в построенной Нерсесом церкви святой Виталии. Восьмой век ознаменовался успехами Византии на море. Он определялся и наличием у византийцев огненосных кораблей, исторгавших так называемый греческий огонь, который невозможно было тушить водой, и его секрет неизвестен и по сей день. Окончилась экспансия арабов, началось новое усиление Византийской империи. В IX-XI веках Византий достигла своего максимального расцвета. Эти века ознаменовались сильным подъемом грекоязычной культуры. В IX веке открылся Константинопольский университет, сильно развивалось школьное образование, процветали архитектура, живопись, иконопись, литература. Многочисленные церкви украшались великолепными мозаиками. Среди славянских народов сильное распространение получила миссионерская деятельность. Яркий пример тому – это братья Кирилл и Мефодий, создавшие славянскую азбуку и церковно-славянский язык. Византия стала и оставалась на протяжении веков средоточием культуры – материальной, духовной и даже бытовой. А Запад Европы – конгломерат полугосударственных образований, за дворками, где царили грубость, нравов и грязь. Еще во времена Д'Артаньяна даже европейские короли мылись дважды в жизни – при рождении и положении во гроб. Рыцари-крестоносцы во время боевых действий сутками были закованы в латы, которые они не могли снять без посторонней помощи. Разумеется, всю свою нужду благородный рыцарь справлял прямо в латы. Во время войн противники арабы легко находили христианские лагеря – по запаху. А Византия переняла у императорского Рима и развила культуру бань. Только в одном Константинополе действовали сотни общественных бань и неисчислимое множество частных. В Византии было особое соотношение между церковной и государственной ветвями власти. Была декларирована симфония между церковью и государством. Суть симфонии составляет обоюдное сотрудничество, взаимная поддержка и взаимная ответственность, без вторжения одной стороны в сферу исключительной компетенции другой. При симфонических отношениях между церковью и государством высшие представители государственной и церковной власти получают двойную санкцию и от церкви, и от государства. В то же самое время на Западе шла постоянная борьба, часто вооруженная между папой и действительными или номинальными главами государственных образований. Несмотря на полное политическое размежевание Восточной и Западной империй, христианская церковь по-прежнему оставалась единой. Правда, с годами противоречия накапливались, и в результате в 1054 году произошел полный разрыв между церквями Западной, католической, папской и Восточной, византийской патриаршей. Процесс был настолько сильным, что обе церкви подвергли друг друга взаимной анафеме, и продолжалось это до второй половины XX века. Ни одна другая империя в истории человечества не прожила столь долго, как Византия. Она просуществовала 1123 года. Для сравнения, Великий Рим рухнул через 800 лет после основания. Османский султанат распался через 500 лет, Китайская империя Цинн через 300, Российская империя просуществовала 300 лет, Британская – 150, Австро-Венгерская – около 100 лет. На территории Византии в период расцвета проживала шестая часть населения Земли. Империя простиралась от Гибралтара до Ефрата и Аравии. В нее входили территории современных Греции и Турции, Израиля и Египта, Болгарии, Сербии и Албании, Туниса, Алжира и Марокко, часть Италии, Испания и Португалия. Положение в стране, Ее внутренняя политика, Цели и перспективы Всегда зависят от ситуации вокруг страны. Страна с отличным географическим положением, С плодородной землей, Богатая полезными ископаемыми, Населенная многочисленным трудолюбивым населением, Скопившая трудом многих поколений Несметное богатство, Была лакомым куском для всех. Врагами Византии на Западе Были Венеция, Генуя и Папство, Которым хотелось первым, По экономическим соображениям, А Риму, по экономическим и религиозным, Восстановить Латинскую империю. Сильными врагами были крепнущий Мусульманский мир и Персия, С которой постоянно шли С переменным успехом Воины за захват Или, по крайней мере, За влияние в Закавказье. Кроме того, Византия не всегда умела Распознавать своих врагов. Когда к городу подошли Полчища христианских крестоносцев, Византийцы решили, Что это пришла помощь В борьбе с мусульманами И не стали защищать город. Это была трагическая ошибка. Крестоносцы и не собирались Воевать в этот раз с мусульманами. В 1024 году Они штурмом взяли город И разграбили его до такой степени, Что Константинополь До конца так и не смог После этого восстановиться. Одного золота Было вывезено сотни тонн. Это при том, Что годовой бюджет Самых богатых государств Европы В этот момент составлял Не более двух тонн. Венеция. Собор Святого Марка. Все колонны, мрамор, Драгоценное внутреннее упранство Были похищены именно тогда. Известные кони Имперской квадриги, Украшающие собор, Украдены крестоносцами Из Константинополя. Все соседние страны Вели активную борьбу с Византией. Борьбу экономическую, Дипломатическую, А также вооруженную. Они, особенно мусульмане, Вели активную и зачастую Успешную дипломатическую работу. Широко использовали подкуп. В балканских и арабских провинциях Империи провоцировали Освободительные войны Против Константинополя. Возглавлявший арабов Саладин В 1187 году Отвоевал у Византии Акру, Бейрут, Седон, Яффу, Хайфу, Кесарий и Аскалон, А потом и Иерусалим. С конца XIII века Турки-османы Начали сильно теснить Небольшие, остававшиеся Еще в руках Византии, Малоазиатские владения. Вся Сирия и Палестина Перешли в руки мусульман. Турки-османы Сделались господами Положения в Малой Азии. Наконец, рядом с Константинополем Обосновалась и укрепилась Экономически сильная И политически почти независимая Генуэзская Галата, Ставшая серьезным конкурентом Византии. Хотя частые поселения турок В Европе давно уже существовали, Однако они не казались Особенно опасными, Так как подчинялись, конечно, Византийским властям. Но в начале 50-х годов На Херсонесе-Фракийском, Около Галлиполли, В руки турок попал Укрепленный замок. Кроме того, Турки заняли на Херсонесе Несколько городов, В том числе сам Галлиполли, Которые они, Выстроив стены, Соорудив сильные укрепления И арсенал, Поместив большой гарнизон, Превратили в высшей степени Важный стратегический центр, Сделавшийся опорным пунктом Для дальнейшего продвижения По Балканскому полуострову. Утвердившись в Галлиполли, Турки стали продолжать Свои завоевания На Балканском полуострове. В конце XIII века Вся болгарская территория Вошла в состав Османской империи. После занятия Целого ряда укрепленных городов В ближайших окрестностях Константинополя, Турки овладели Такими крупными центрами, Как Адрианополь и Филиппополь. В Адрианополь даже была перенесена Столица турецкого государства. Постепенно Константинополь Со всех сторон Стали окружать турецкие земли. При этом опасность Теперь грозила не только Со стороны мусульман, Но и со стороны Сербии, Ставшей к этому моменту Мощным государством. Византийцы были вынуждены Сделать непростой выбор. Либо продолжать уповать на Бога И на собственные силы, Либо забыв про многовековую Православную традицию, Обратиться к Латинскому Западу С просьбой о военной и экономической помощи. И трагический выбор был сделан. В 1274 году император Михаил Палеолог Решился на крайнюю меру – Коренную уступку Западу. Впервые в истории Посланцы византийского императора Признали главенство римского папы. Он потребовал, чтобы Византия Полностью изменилась, Перестроилась по образу и подобию Запада. Когда ожидаемых Западом Изменений не произошло, Папа отлучил своего Новоиспеченного духовного сына Императора Михаила Палеолога От церкви И призвал Европу К новому крестовому походу На Византию. Обращенные в униатство Православные были объявлены Плохими католиками. Византийцы должны были Зарубить на носу, Что Западу нужно только полное И безусловное религиозное И политическое подчинение. Непогрешимым для византийцев Должен был стать Не только Папа, Но сам Запад. Весь XIV век империя Неуклонно шла к гибели. Даже внешний облик Константинополя Красноречиво говорил о закате Его славы. Императорские дворцы разрушены, Дома-вельмож похожи на развалины, Улицы и площади в запустении. Все говорило о том, Что пора его процветания миновала. В начале XIV века Побывавший в городе арабский географ Писал, Внутри города находятся Засеянные поля, Сады И много разрушенных домов. В самом начале XV века Испанский путешественник писал, В городе Константинополь Есть много больших зданий, Домов, Церквей и монастырей, Из которых большая часть В развалинах. Однако ясно, Что раньше Константинополь Был одной из самых Благородных столиц мира. При незначительности территории, Восстановленной после разгрома Крестоносцами империи, И при ее постоянном уменьшении, При непрекращающихся угрозах Со стороны Рима, Турок, Сербов, Венецианцев, Генуэзцев и других, Империя перешла в разряд Второстепенных государств И уже не могла жить Правильной, Налаженной внутренней жизнью. Расстройства во всех частях Государственного механизма И упадок Центральной императорской власти Являются отличительной чертой Этого периода. Длительные династические усобицы, Заискивание с одной стороны Перед папами В виде заключенных уний, Никогда не находивших Одобрения народных масс, Заискивание и унижение С другой стороны Перед турецкими султанами, То в виде платежа ему дани, То в виде вынужденных пребываний При его дворе И выдачи императорских принцесс Замуж за мусульманских правителей, Все это принижало И ослабляло в глазах народа Власть византийского императора. После сербских и турецких завоеваний Второй половины 14 века Константинополь и прилегающие территории Были полностью окружены владениями турок. Настолько, что это полностью Разрывало все взаимоотношения Между центром и регионами. Центральному аппарату Порой просто нечего было делать. Финансовые силы и возможности страны Были настолько подорваны Латинским вторжением, Что в результате казна была полностью пуста. Император продал все имевшиеся у него драгоценности. Солдат было кормить нечем. Нищета царила повсюду. Города, которым особенно угрожали турки, Начинали пустеть. После захвата Галлиполи турками Часть населения Константинополя Эмигрировала на запад. В 1425 году Много людей уехало из Фессалоники. А некоторые из них отправились в Константинополь В надежде, что столица более безопасна, Чем Фессалоника. Время было действительно критическим. Фессалоника была занята венецианцами, И турки были близки к захвату города, Что и случилось в 1430 году. Сильно уменьшившиеся территории империи И незначительность населения Делали невозможным содержание Большой национальной армии. В результате стали привлекаться наемники, Представители разных национальностей. Появляются испанские дружины, Турки, генуэзцы и венецианцы, Сербы и болгары. Были так же, как и раньше, Англосаксонские наемники, Так называемые варяги. Не имея возможности хорошо оплачивать Наемные иностранные части, Правительство должно было выносить Иногда их высокомерное своеволие И ограбление целых провинций И более или менее крупных центров Недовольными иностранцами, Как то было, например, С кровавым прохождением По провинциям империи испанцев. При слабом состоянии Сухопутного войска Власти тщетно старались иногда Хоть немного возродить Пришедший в упадок Византийский флот. Острова Архипелага, Находившиеся под контролем империи, Не были более защищены От пиратских нападений. Греческие корабли Ничего не могли сделать Против хорошо оснащенных И сильных флотов Генуи и Венеции, Или даже против турецкого флота, Который тогда только зарождался. Черные и Эгейские моря Оказались полностью Вне византийского контроля. И в XIV веке, И в первой половине XV века Итальянские торговые республики Были здесь полновластными хозяевами. Сейчас Венеция и Генуя Это туристические центры Современной Италии, Не играющие роли в мировой политике. Но тогда они были Сильными государствами, Владычицами морей. Венеция была Нью-Йорком XIII века. Здесь тогда вершились Финансовые судьбы народов. Поначалу большая часть награбленного Спешно свозилась морским путем В Венецию и Ломбардию. От наименования этого города В обиход вошло слово «Ломбард». Когда ситуация вокруг Константинополя Резко обострилась, В Рим были отправлены послы С просьбой о немедленной помощи. Отклик на это был прохладным. Было послано посольство и в Венецию. Но в ответе Венецианского сената Говорилось лишь, Что сенат глубоко опечален Полученными с Востока известиями, И что если Папа и другие государства Будут что-то предпринимать, То Венеция охотно присоединится к ним. Даже тревожные сообщения От венецианской колонии В Константинополе Не смогли побудить их Предпринять конкретные действия. Посланец, направленный в это же время В Геную, получил обещание Прислать один корабль. Наряду с активностью итальянцев В разжигании конфликтов Стоит заметить еще один важный фактор. Роль во всем этом Папы Римского. Он поддержал союз Мамая И польско-литовского Великого князя Егайла, Католика. Таким образом, Папа Климент VI Одновременно поддерживал Итальянцев в Крыму И поляков на западных границах Руси. Это все было единой политикой По выдавливанию православия И насаждению католицизма на Руси. Только 19 февраля 1453 года, Когда турки уже стояли На пороге Константинополя, Венецианский сенат, Получив новые тревожные известия С Востока, Вынес решение послать в Константинополь Два транспортных корабля С четырьмя стами солдатами На борту каждого И переоснастить 15 галер Для последующей отправки Вслед за кораблями. Генуэзские власти Продолжали держаться Двусмысленного нейтралитета. Русский великий князь Находился слишком далеко И был занят Своими собственными проблемами. Обращения к нему Оставались без ответа. Кроме того, Россия была глубоко возмущена Распространявшимися Римом Планами провозглашения Церковной унии. Запад практически ничего не сделал, Чтобы защитить христианство От турок. Папа собрал лишь Небольшое войско из венгров, Поляков и румын Под командованием Венгерского короля Владислава, Но оно было разбито, И этот шаг был единственным. Непростым было И внутриполитическое положение. Социальные отношения Между высшими и низшими классами Были весьма напряженными. Сельское хозяйство, Всегда составлявшее Реальную основу Экономического благополучия империи, Было в упадке. Многие плодородные провинции Были утрачены. Оставшиеся были разорены Почти непрекращающимися Гражданскими войнами И фатальным по своему характеру Продвижением испанских наемных отрядов. В Малой Азии Экономическое процветание Пограничных поселенцев, Также базировавшиеся На сельском хозяйстве, Было подорвано Победоносным продвижением турок. Вскоре в Константинополе поняли, Что час решительного сражения Близится. При этом город был Расколот по-прежнему на две части. Шла борьба между Противниками унии И сторонниками Латинофильской линии. Ждать помощи внешне было Не от кого. При этом город С военной точки зрения Находился в очень уязвимом положении. Мехмед планомерно готовился К осаде, А раскол не улетучивался. Папа Николай V Ограничился отправкой В марте 1453 года Продовольствие и оружие, Которое доставили Три генуэзских корабля. Правительство Генуи Никак не решалось Оказать помощь Константинополю. Но в январе В византийскую столицу Прибыли отряды Генуэзских добровольцев. Самый крупный отряд Из 700 Отлично вооруженных воинов Возглавлял наемник Джованни Джустиниани, Имевший большой опыт Обороны крепостей И сбежавший В решительный момент Штурма Константинополя. Что касается венецианцев, То они так долго обсуждали Вопрос о военной помощи Императору, Что два их военных корабля Помощь явно символическая Двинулись к Константинополю Лишь через две недели После начала осады. Таким образом, Византийской столице Надо было рассчитывать На собственные силы. А они были ничтожны. Когда была проведена Перепись жителей, Способных с оружием В руках защищать город, Выяснилось, Что их число Не превышает 5000, Причем значительную Их часть составляли Воины-армяне. Вместе с отрядами Иностранных наемников, Преимущественно генуэзцев И венецианцев, И добровольцами, Защитники Константинополя Составляли немногим Более 7000 воинов. Блокированный в золотом Роге Византийский флот Едва насчитывал 30 кораблей. Во время подготовки К защите Константинополя Выдающийся ученый-летейщик Венгер Урбан Предложил императору Создать большие Артиллерийские орудия, Которые могли бы Разметать турецкое войско. Но казна была пуста, А константинопольские Богачи денег не дали. Не получив платы, Оскорбленный Урбан Предложил свои услуги Султану Мехмеду. Султан ухватился За этот шанс, Который давал ему Возможность разрушить Неприступные стены города. Он открыл Неограниченное финансирование Проекта и пушки Урбана, Лучшего ученика Византийской школы баллистики, Во многом способствовали Успеху штурма Константинополя. Небольшой византийский флот В 30 кораблей Ничего не мог противопоставить Огромной армаде Мехмеда. Вообще, соотношение сил Наступавших и оборонявших город Было уникальным. На каждого защитника Приходилось минимум 20 турок. Греческие военачальники Ломали голову над тем, Как такими небольшими силами Суметь защитить Константинополь. Ими было принято решение, Что турки вряд ли будут наступать Со стороны Мраморного моря, Поэтому для защиты морских стен Было выделено Очень небольшое количество воинов. Побережье Золотого рога, Который вы видите у меня за спиной, Было поручено защищать Венецианским и генуэзским морякам. В центре всей стены Находились ворота Так называемые Святого Романа. И для обороны этих ворот Были выделены генуэзцы. Все остальные стены Были распределены Между византийскими воинами И наемниками. Те несколько орудий, Которые имелись у защитников города, Практически невозможно было использовать. При стрельбе они давали Такую отдачу, Что разрушали сами стены. Между тем положение В стане защитников Становилось все более бедственным. И дело было не только В недостатке воинов и продовольствия. Император Константин XI Палеолог, Последний император Византии, Окружил себя генуэзскими И венецианскими военачальниками, Все надежды возложив на наемников. Греки и армяне были раздражены тем, Что в столице фактически Хозяничают иноземцы. Масло в огонь страстей Подливало предательское поведение Константинопольских генуэзцев, Которые не раз оказывали Поддержку султану, Доставляя его войскам Сведения и припасы. Кровопролитные стычки Происходили в византийской столице Между традиционными соперниками, Венецианцами и генуэзцами. Ко всему этому прибавилось Раздражение византийского Духовенства императорам, Посигнувшим на церковное имущество В поисках необходимых Для обороны средств. Часть византийской знати Встала на путь измены И начала искать милости султана. Среди придворных Росли пораженческие настроения. В такой практически безвыходной Для защитников ситуации Султан предпринял штурм Константинополя. Константинополь был Сильно укрепленным городом. Поэтому все внимание султана Мехмеда Было сосредоточено на оснащении Его армии осадной техникой. Напротив ворот Святого Романа Султан расположил основные силы артиллерии, В том числе гигантскую пушку Урбана, А также наиболее боеспособные части, Над которыми сам принял командование. Кроме того, турецкие батареи Были расставлены по всей линии осады. Правое крыло осаждающих, Тянувшиеся до золотых ворот, Составляли войска, собранные В Малой Азии. Эти силы Насчитывали около ста тысяч воинов. Полки, собранные в европейских Владениях султана, примерно 50 тысяч воинов, Образовали левое крыло осаждающих, Тянувшиеся до берега золотого рога. В тылу своих войск Султан поместил конницу. На окружающих город-холмах Расположились отряды, Задачей которых был контроль над входом В золотой рог. С этой же целью часть турецкой эскадры Стала на якоря в Босфоре И вместе его слияние с золотым рогом. Мехмед приказал по суше Перетащить свои корабли В воды золотого рога. Именно для этого У стен Галаты за одну ночь Соорудили огромный деревянный помост, Смазали его жиром, И по этому помосту в течение ночи Перетащили 70 тяжелых кораблей В воды залива. К ужасу защитников крепости Утром они обнаружили Огромный турецкий флот У себя в тылу Вход в гавань в это время Защищали венецианские корабли Морские стены Были самым слабым местом Обороны города Венецианцы решили Сжечь турецкий флот Византийский корабль Под командованием Венецианца Кокко Попытался незаметно Приблизиться к месту Стоянки эскадры султана Но Мехмед был предупрежден О замысле противника Ему донесли о нем генуэзцы Корабль Кокко Был обстрелян И потоплен Часть спасавшихся В плавь смельчаков Из его экипажа Была схвачена турками И казнена на виду У защитников города В ответ император Велел обезглавить 260 пленных турецких воинов И выставить их голову На городских стенах Султан продолжал искать Все новые технические средства Для осады Сначала, впрочем, турки Выстрелили из страшного Осадного орудия Урбана И снесли до основания башню Что близ ворот Святого Романа И тотчас же подтащили Осадную машину И поставили ее Поверх рва Между тем Близился час Последней битвы Вечером 28 мая Султан объявил Что утром Следующего дня Начнется решающий штурм Назначая день Решающего штурма Константинополя Султан говорил Что он не ищет Себя никакой другой добычи Кроме зданий И стен города Другое же Всякое сокровище И пленные Пусть будут вашей добычей Сказал Мехмед Обращаясь к своим воинам Главный удар Султан решил нанести На том участке Где стены Более всего Пострадали Во время бомбардировки Капитаны Турецких кораблей Получили приказ Начать обстрел Укреплений Побережья Золотого Рога А затем Бросить экипажа На штурм На рассвете 29 мая 1453 года Оглушительные звуки Турецких рожков Летавр И барабанов Возвестили О начале штурма Завязался рукопашный бой В котором Защитники города Сражались С отчаянием Обреченных Первые атаки Турок Со стороны суши Были отбиты Был момент Когда казалось Что совершится чудо И защитникам города Удастся выстоять Перед яростным натиском Превосходящих сил врага Тогда Мехмед Бросил в бой Самые отборные части И приказал усилить Огонь артиллерии Наконец Гигантская пушка Урбана Разрушила стену Еще в одном месте Ряды генуэзцев Защищавших Этот участок Дрогнули Их командир Джустиниани Покинул свой пост Он бежал на корабле В Галату К соотечественникам Его дезертирство Вызвало замешательство Среди защитников Как раз в ту минуту Когда Мехмед Ввел в бой Своих лучших солдат Вскоре Ворота Святого Романа Были открыты И над стенами Константинополя Взвилось Первое турецкое знамя Император Константин Находился на этом Участке обороны Пытаясь собрать Остатки защитников И преградить Дорогу туркам Это ему не удалось Константин погиб Сражаясь с врагами Через ворота Святого Романа Турецкая армия Хлынула в Константинополь Как бушующая река Все сметая На своем пути Затем десант Из турецких кораблей Атаковавшие морские стены Со стороны Золотого Рога Также прорвались В столицу Турецкие войска Проникли в город Через несколько ворот И на других участках Через два часа После начала штурма Турки рассеялись По улицам И площадям Константинополя Беспощадно Уничтожая Его защитников Три дня и три ночи Константинополь Находился во власти Войск Мехмеда Узнав о том Что турки Ворвались в город Итальянские И византийские моряки Стали сниматься С рейда И погибать Бухту Золотого Рога Мирные жители Бросились кораблям Пытаясь спастись на них Части кораблей Порядка 20 Удалось прорваться Сквозь турецкую блокаду Произошло это потому Что турецкие моряки Бросили свои корабли И отправились В город Для того Чтобы успеть грабежу В эти дни Были разграблены Почти все дворцы И храмы Константинополя Многие из них Сгорели во время пожара Огромное варварство Уничтожило Большое количество Произведений искусства В грязь и пламя Летели бесценные рукописи Рушились мраморные Стены и колонны Разбивалась Великолепная мозаика Победителям досталось Огромное богатство 60 тысяч человек Было уведено в неволю Турецкие корабли Были забиты Драгоценным грузом Но главной добычей Ценность которой Была поистине безмерна Стал сам город Кстати Во время этой Последней турецкой осады Олигархи Не только не дали Ни монеты на оборону города Но и расхитили Те скудные средства Которые еще оставались В казне Захватив Константинополь Молодой султан Мехмед Потрясенный богатствами Некоторых горожан И в то же время Полным отсутствием Средств у защитников Города Призвал к себе Самых богатых граждан И задал им Простой вопрос Почему они не дали Деньги на защиту города От неприятеля Мы берегли эти средства Для твоего султанского величества Льстиво ответили те Мехмед тут же Приказал казнить их Им отрубили головы А тела бросили собакам Почему же рухнула Процветавшая В течение многих веков Византийская империя Захвату Константинополя Способствовал прежде всего Кризис государственной идеологии Он привел к тотальному пессимизму И безразличию к судьбе государства и города В обществе стали царить Духовно-нравственный упадок Неверие Рушилась душа В великом народе Давшем миру грандиозные образцы Полета духа Теперь повсеместно царил Сплошной цинизм И склоки Способствующую разложению страны Идею нации Византия позаимствовала у Европы Европейцы жили в небольших Национальных государствах Построенных на этническом принципе Например, Франция Немецкие государства Итальянские республики Национальное устройство Было правильно и хорошо для них Но все дело было в том Что Византия была не этническим государством А многонациональной империей И в этом заключалось принципиальное отличие Предательство имперской идеи Не прошло даром Националистическая лихорадка Разодрала империю И она быстро была поглощена Соседней исламской державой Империя перестала заниматься Воспитанием народа Но свято место пусто не бывает Добровольно отказавшись От своей тысячелетней идеологической функции Воспитания народа Византийцы допустили влияние На души и умы своих граждан Целенаправленной агрессии Нацеленной на разрушение Основных устоев государства и общества Нелепо говорить, что в неудачах И падении Византии Виноваты внешние силы Исторические поражения Византии Происходили тогда, когда Византийцы изменяли сами себе Основным принципом, на которых держалась Их империя Примером такой измены может служить Церковная уния с Римом Страшнейшей потерей от предательства веры Стала утрата доверия народа к власти Византийцы были потрясены Предательством их высшей ценности Православия Они увидели, что и с главным в жизни Истинами веры Оказывается, можно играть Смысл существования византийцев Был потерян Захват турками Константинополя Знаменовал собой Крушение Византийской империи Падение Константинополя Имело важные исторические последствия Дальнейшее наступление Турецких полчищ на Балканах Угрозу их вторжения В Центральную и Западную Европу Новое завоевание турок на Востоке Враждебную политику султанов По отношению к Руси Государи которой объявили себя Прямыми наследниками Византии Рухнувшего оплота православия Разгром Константинополя Турками нанес Невосполнимый ущерб Общеевропейской культуре Мехмед, второй завоеватель Вступил в Константинополь Через три дня После его захвата Приказав прекратить грабежи Султан двинулся К центру города Султанский кортеж Достиг храма Святой Софии Мехмед осмотрел собор И повелел во знаменование Победы мусульман Над неверными Превратить его в мечеть Завоеванный город Мехмед Завоеванный город Мехмед Сделал столицей своей державы Османской империи Только после падения Византии Европа осознала угрозу для себя Со стороны турок Переход в руки турок Торговых путей через проливы В Черное море А также торговых связей С Ближним и Дальним Востоком Нанесли удар по европейской торговле Это стало одним из стимулов Заставивших европейцев Искать новые торговые пути На восток В частности вокруг Южной оконечности Африки Великая Византия Существовавшая Более тысячи лет И процветавшая Большую часть Этого исторического периода Пала Много веков Византия Была мировым центром Развития материальной И духовной культуры Ни Древняя Греция Ни Древний Рим Не знали живописи Живопись, которая Расцвела в Европе В позднее Средневековье Восприняла многие уроки У византийской иконописи В частности Она повторяла Разнообразие красок И сюжеты икон Византия Явила всему миру Беспрецедентный пример Совместного Проживания И процветания Многих народов Этносов Представителей Различных культур И вероисповедания Очень многое Россия получила От Византии Ведь именно из Византии К ней перешло православие Византия пала Но оставила После себя В мировой истории И культуре Ни с чем не сравнимый И легко распознаваемый след Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok